Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Мария Николаевна. Есть такая профессия – кармолог. Кармолог – это работа с кармой. С какой кармой? С кармой рода. Что такое карма? Карма – это некая программа, которая видоизменяется следующими поколениями. То есть, говорят, отработать карму. Это значит пройти деструктивные программы, разорвать эти оковы и цепи. Скажем так, я работаю с родом, поэтому здесь поставлю ударение на работу с родом. То есть, разорвать оковы, цепи родовых деструктивных программ. И поэтому, по сути дела, избавиться от трех кругов последних трех поколений негативных программ в роду. Я много лет работаю с людьми. Через мои руки прошли тысячи людей с одними и теми же программами рода. Я не исключаю и себя. Просто у меня это длилось, это меня воспитывало, это меня обучало. Это как я потомственная целительница. Сейчас принимаю и работаю людей, и работаю с родом. То есть, с этими программами. Какие программы рода существуют? Ну, первое, это деньги. Это страх денег. Или по-другому называется программа отказа денег. То есть, вы постоянно теряете деньги. Вы не умеете брать деньги. Вы не умеете сохранить имущество. Постоянные какие-нибудь дурацкие такие вот ситуации. Ну, дурацкие нет, но, например, кражи. Также природные катаклизмы. Разрушаются дома. И то, что вас буквально из рук забирают последние деньги, последнее имущество и так далее. Включая то, что даже не работают ни лотереи, ни другие азартные заведения. То есть, вы везде теряете. Ну, и также, когда вы имеете некое предназначение или хорошую профессию, вы не можете брать деньги за свою работу, потому что это точная программа рода, отказ от денег. Вторая программа рода – это, скажем так, зависимости. Да, зависимости от алкоголя, зависимости от других наркотических средств, наркомания, проституция – тоже зависимость. И сейчас, в 21 веке существуют разновидности зависимостей, включая новую зависимость, которая называется виртуальной. То есть, много детей страдают от виртуальной зависимости. Третья программа рода для меня как бы деструктивная – это продолжение рода. Продолжение рода – это те люди, те семьи, я бы сказала, которые не могут забеременеть или продолжить свое потомство по разным причинам. То есть, назову это одним словом – бесплодие. Либо же, кармические заболевания опять включаются в программу. Это когда заболевания по ретропродуктивных систем, детородных, у мужчин или у женщин. И так или иначе, невозможность создать поколение, новую свою ветку. Затем существует программа рода – это генетические заболевания. То есть, это разновидность инвалидностей и разновидность разных заболеваний, которые именно генетические, именно проявляются, именно ломают человека и нахтаташи. Какие заболевания есть, вы знаете, распространенные заболевания – это рак на данный момент, это всевозможные инсульты, инфаркты, всевозможные диабеты и какие-ли только ревматизмы и так далее, или расстройства кишечника, мигрени. Ну, заболеваний по ходу больше-больше десятков тысяч наименований, но это все деструктивные генетические заболевания в роду. И эта программа, она не дает человеку нормальный жиль, потому что если проходит одна болячка, появляется другая болячка. И проходит вторая болячка, появляется третья болячка. Это не важно как, важно то, что вы ходите по врачам, и врачи уже ничего не могут сделать, они просто разводят руками. И не понимают, в чем дело. Это тоже деструктивная программа рода. Деструктивная программа рода – это еще, я бы сказала, что потеря свободы. Потеря свободы в каком смысле? Это судебные заключения, это тюремные заключения, то есть судебные вмешательства с тюремным последующим заключением, либо потеря свободы выражается, что забирают человека на войну самым смешным образом, причем. И, конечно же, это считается тоже заключением, либо какие-то вмешательства, скажем так, родовых программ, когда есть такое заключение, что человек попадает в те или иные события, где определенный не может пройти свою программу рода, тем больше тратит время, жизненные ресурсы свои на других людей и никак не может исполнить то предзначение, которое он знает и понимает. Еще такая программа рода – это очень часто проявляется, особенно сейчас, это невыполнение предназначения. Тем более, как вы знаете, мы входим в эпоху водолея, очень много технологий и ресурсов интернета, виртуального общения и работы внедряется в эпоху водолея, и сейчас происходит такая совокупность между физическим существованием, виртуальным плюс денежным. То есть вот такой треугольник появляется, где человек просто не может найти и развить свое предназначение, потому что никак не может преодолеть барьер новизны, я бы сказала. Вот именно страх перед выбором человека – это и есть невыполнение предназначения. То есть программа работает так, что человек все контролирует, контролирует всех и плюс контролирует свое будущее и каждый шаг, который он делает и выбирает между этим, что чаще всего страшные какие-то обстоятельства пугают человека, и он не проходит дорогу к своему предназначению. То есть человек даже не пытается выйти из зоны комфорта, чтобы посмотреть вокруг, как поменялся мир в 21 век. Ну вот это немногие программы родовые, с которыми я работаю, как парапсихолог, как психолог, как таролог-хурнолог, плюс то, что у меня просто врожденное, то, что я считываю людей, я читаю болезни и занимаюсь парапсихологией и гипнозом включительно, то есть не гипнозом, а это такая гипноз, скорее всего. То есть это работа с очень глубинным подсознанием человека, потому что человек чаще всего не может выявить свои мечты, свои желания, свои то, что сидит в душе. Вот, потому что голова забита, ум забит всей возможной информацией этого мира, и поэтому человек не имеет связи с своей душой, с подсознанием. Вот, и обладая таким инструментом, иногда удается поговорить с подсознанием, называется ее ченнелинг, если вы хотите это услышать, то же самое. Вот, и в целом программа рода это всегда совокупление одного рода с другим родом, то есть это род матери и род отца. Вот это первое поколение, скажем так, скажем так, это прабабушки, прабабушки. Затем идет род следующий, он уже соединяется, то, что было здесь, какие родовые программы по отцу и по матери, не важно там раскулачивание, не важно там самоубийство, убийство и так далее, и другие программы, которые я перечислила уже, они объединяются в следующем роду. И здесь, когда рождается ребенок, он получает вот эту тройку, вот эту вот тройку, даже четверку, в двойном виде программу рода, которая закрывает дороги. Затем от него тоже новое поколение, от этого рода, уже, скажем так, нынешнее, наше поколение. И уже тут совсем утраивается программа, и очень трудно, и очень все запутано, поэтому человек никак не может найти свое предназначение, никак не может найти подходящую работу, никак не может сэкономить деньги или приумножить свое богатство, никак не может разобраться все-таки, какой же муж или жена мне нужна, потому что все это разваливается. Кстати, венец беспрачия, это тоже программа рода. То есть по тем или иным причинам не может человек найти подходящего спутника жизни. Либо смерти, то есть вдовьи, слезы, либо же по тем или иным причинам несчастные браки, вообще неподходящие. Так вот, вот это вот идет смесь через еще детей, она здесь соединяется, дает потомство, поэтому есть такая руна ОТАУ, она родовая, те, кто рунами занимаются, и вот здесь выпадает тот потомок, который распутывает вот этот лабиринт родовых программ, матрицу. И вот с этой матрицы родовой я работаю и снимаю вот эти все негативные программы, которые объединяют потомство и вывожу на новый уровень человека. То есть человек после моей работы получает, освобождается от заболеваний, освобождается от зависимости, находит нужную работу по предназначению, начинает путешествовать и вообще жить полноценной жизнью, рождаются дети, то есть женщина возвращает свою программу зачатия и беременности, вынашивания и рождения ребенка, и также еще уходят те или иные заболевания и зависимости в роду. Вот что я делаю. Поэтому я называю себя кармологом, это врачебная профессия только энергетического уровня. Поэтому, если у вас такие проблемы, обращайтесь ко мне. Еще раз, меня зовут Мария Николаевна, я вас жду, я вам обязательно помогу и даже даю гарантированные результаты моей работы, потому что через мои руки, повторяю, прошли тысячи людей и освободились от навязанной родовой программы. и так далее. и так далее.